Смотрим, что лучше. Два года уже так лучше, что не платят. Приглашение на комиссию по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, созданные при администрации городского округа, крайнее предупреждение неплательщикам. Специалисты из управляющей компании расчетного центра МОСОБО и ИРС и ресурсоснабжающих организаций дают должникам последнюю возможность навести порядок в платежах. Комиссия разобрала каждое из 16 случаев. Безвыходных ситуаций не нашли. Сумма средней задолженности снизилась где-то порядка 1000 на 20 на 25. Если раньше была средняя задолженность порядка 60-65 тысяч рублей, то сейчас сумма задолженности 40-45 тысяч рублей. Что показывает то, что эффективность работы комиссии. Причины возникновения задолженности разные. Тяжелая болезнь, наличие и наждивение родственника-инвалида, отбывание срока в заключении. Но есть должники, которые принципиально отказываются вносить плату из-за конфликта с управляющей организацией. Но такой способ не решает вопрос. Должник как был, так и остается должником. Например, на заседании были рассмотрены дела должников перед управляющей компанией «Квартал недвижимость». Из 80 жителей пришли на комиссию только 8. В отношении не явившихся будут применены жесткие меры. Люди, которые подошли, будут заключены договоры о рассрочке. К ним будет лояльное отношение. Соответственно, идем навстречу. Те люди, которые не подошли, будут поданы в суд. Будет ограничение электроэнергии. Заседание по долгам проходит раз в 3-4 недели. В администрации отмечают, что индивидуальная работа с неплательщиками дала свои плоды. Средняя сумма долга заметно сократилась. Мы стараемся всем пойти навстречу. Многим реквендованно обратиться в управляющую компанию, в ресурсоснабжающую компанию для заключения договоров о рассрочке оплаты за должность по жилищно-коммунальным услугам. Со своей стороны, со стороны администрации, мы будем наблюдать за этим. И в случае неисполнения данного договора плательщикам, которые его заключат, мы будем, наверное, обращаться в судебный орган для расторжения договора социального найма. На комиссии не раз говорили неплательщикам о том, что необходимо в квартирах установить приборы учета на горячую и холодную воду. Это заметно сократит расходы на ресурсы. Те, кто живет по договору социального найма, могут это сделать бесплатно, написав заявление в администрацию. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.